С победой, с такой трудной, Анастасия, как-то не хочется в такой радостный для вас день говорить о каких-то небольших проблемках в вашей игре, но все-таки, как вы считаете, что нужно сделать, чтобы улучшить вашу подачу, потому что она сегодня вас несколько раз подводила, или это только вопрос нервов? Ну, это психологический вопрос, я с этим борюсь, и немножечко не привыкла к такому освещению, оно, конечно, очень хорошее, но немножечко сбивает иногда, я думаю, многие игроки жаловались. И вот наши комментаторы из Матч ТВ и ваш покорный слуга, мы обратили внимание на достаточно оригинальный ритуал между первой и второй подачей, вы не просто бьете мячом, вы еще какие-то движения ногой совершаете, и интервал получается большой, и часто это идет к двойным. Или это наше наблюдение неправильное? Ну, мне это частенько помогало раньше, когда это не такая большая пауза была, но сейчас я тоже над этим работаю, и я просто сегодня очень сильно нервничала. А чем объясняется такая нервозность? Вы часто апеллировали к тренеру, или это была ваша мама, просили что-то вам сказать, говори, говори, все время были реплики с вашей стороны, даже с жестом показывались, мол, скажите что-нибудь. Да, просто мама очень тихо говорит у меня, и немножечко стесняется тоже, мы с ней перед матчем обсуждали этот момент, и я немножечко требовательна к своей команде, потом, конечно, извиняюсь. Коллеги, наш партнерский пресс-центр что-то скажет? Да, Анастасия, скажите, пожалуйста, вот, наверное, лет пять назад мы с вами беседовали в интервью, вы тогда рассказывали о сотрудничестве с Еленой Брюховец, что как раз вы были довольны тогда результатом, и сотрудничеством с ней, что результаты у вас шли в гору. Продолжаете ли вы с ней работать? Кто вас тренирует сейчас? Да, я вас помню, мы продолжаем еще работу с Еленой Юрьевной в академии в нашей, в Рязани, и также меня тренирует моя мама, которая периодически выезжает со мной. Что вам сказала мама сразу после этой победы сегодня? Ну, сказала, что это были эмоциональные качели, но что я молодец, что справилась с этим. Насколько серьезно вас беспокоила спина, когда вы вызвали, и ваша соперница часто вызывала врача, и вы вызвали вот в третьем сете, или это был наполовину тактический ход, чтобы просто как-то собраться с мыслями? Нет, меня просто немножечко стало потягивать поясницу, и я попросила по этому врача, и вот она помогла мне. Какие вы цели ставите перед собой в плане рейтинга? Сейчас вы 241-я, только что мы посмотрели, но у вас была фантастическая победа над Каролиной Плишковой, если это правильно мы смотрим на статистику ваших матчей, значит, вы можете не обыгрывать игроков такого ранга, но и сегодня вы доказали, что у вас есть сила воли и мужество. Какие цели ставите в плане рейтинга, вот такие осязаемые, реальные на этот сезон? Ну, на этот год я ставила цель ТОП-200, и сейчас, наверное, моя цель немножко передвинулась к ТОП-150, но вот хотела начать играть турниры Большого Шлема. Можете кратко описать матчи, которые вы сыграли на этом турнире, ну, буквально там очень кратко каждый матч, и что их отличало, эти матчи? Ну, здесь я еще ни разу не была, и мне было интересно посмотреть на атмосферу. Атмосфера, конечно, нереальная, мне очень нравится. И первый матч для меня был, наверное, сложный, наверное, самый сложный поначалу именно, потому что нужно было прибиваться к покрытию, и я сидела в карантине, день, и, получается, только размялась, и пошла сразу играть в матч. А следующий? А следующий матч была очень хорошая соперница, и, если честно, даже не предполагала, что я могу выиграть у нее, но как-то сконцентрировалась и показала свой максимум. Ну, сегодняшний матч, конечно, что о нем говорить? Он был очень долгий, эмоциональный, и я думаю, что я справилась. Партнерский пресс-центр, есть ли Zoom, может быть, кто-то еще? Да, мы готовы задать вопрос, но на самом деле, касательно сегодняшнего матча, вы в курсе, что это самый долгий матч в истории турнира получился? Вот этого турнира. А, правда? Да, да, турнир в Санкт-Петербурге, вы знаете, да, что вы рекорд установили? Теперь знаю. Ну, вообще, вы здесь уже три матча сыграли, насколько физически хорошо готовы, как себя чувствуете? Чувствую себя хорошо, мне очень помогает физио, можно сходить на массаж в любое время, поэтому я думаю, что я восстановлюсь к завтрашнему матчу. Дайте определение Анастасии Гасановой как игроку. Это игрок атакующий, игрок, который любит играть от обороны, от контратаки, универсальный игрок. Вот как бы вы себя характеризовали? Ну, я действую всегда по ситуации. Если я вижу, что нужно немножечко затянуть розыгрыш, поиграть подольше, то тогда я немножечко от обороны иду. Но люблю играть активно сама. У нас есть еще вопрос из открытого пресс-центра. Пожалуйста. Леонид Голованов, теннисный блогер. Анастасия, с победой, удачи в турнире. А вопрос такой, многие игроки довольно суеверны. Суеверны ли вы и какие у вас приметы есть особенные? Спасибо. У меня единственная примета, которая недавно появилась в моей жизни, это перед матчем у зеркала говорить себе, что я справлюсь. Помогает? Да. Что скажете о следующей сопернице сегодня на этом турнире? Я на самом деле очень хотела сыграть именно с Настей, потому что она является немножечко моим кумиром с детства. И очень хочу помериться силами, так сказать. Коллеги, у вас есть вопросы к Анастасии еще? Да, хотелось бы немножко, может быть, вернуться к тренерской теме. Вопрос, наверное, следующий. Мы помним историю о том победоносном матче над Каролиной Пришковой. Вот на этом турнире вы сами уже сказали, что да, и Анна Конях такой непростой соперницы, да, подозревали, что будет. И сегодня был какой-то вообще невероятный матч с рекордами, с эмоциями. В чем секрет, наверное, успеха, что последние годы, что вы тренируете, может быть, как-то изменили подходы? Или просто, может быть, пришел как бы опыт, да, этот тренерский, вашей работы совместной, и вот он, наконец, приносит плоды? Мне кажется, что мне очень помог карантин, в котором мы все сидели. Я начала очень много изучать сама и понимать, какая тренировка для чего нужна, общаться с тренерами больше. И вот, наверное, в этом ключ успеха. Мы у вас не так хорошо знаем еще, надеемся, узнаем получше. Расскажите, кто ваши экипировочные спонсоры, если таковые есть. У меня только с Йонексом сотрудничество с ракетками, а так больше нет. Коллеги? Да, возвращаясь к беседе прошлых лет, вы тогда оканчивали школу, рассказывали, какие результаты у вас были экзаменов, и говорили, что очень хочется поступить куда-то по направлению либо языки, либо литература. Вот что-то из этого свершилось? Расскажите нам, пожалуйста. На самом деле, нет. Так получилось, что я пошла учиться на государственное муниципальное управление, в Ранхикс, и там закончила уже удачно университет. Какая у вас специальность? Менеджер? Нет, чиновник, если можно так сказать. Ну вот, в государственное управление. Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, и последний нетеннисный, возможно, от меня вопрос. Осталась ли любовь к книгам? Если да, то что? Сейчас читайте. Может быть, на карантине много читали? Да, я читала много на карантине. Мне очень нравится Сенсера, новая такая автор, и мне очень понравилась ее книга, которая называется «Не тупи». Как называется? Не тупи. Не тупи? Да. И еще вопрос по поводу ваших музыкальных преференций. Вот что вы любите послушать, чтобы расслабиться, или, может быть, войти в какое-то приятное душевное состояние? Какую музыку? Ну, мне нравится такая мелодичная, романтическая музыка русских исполнителей в основном. Эстрадных или каких-то классических, или какие-то поп, рок? Поп, да. Коллеги, я уже задал все вопросы, которые хотел. Если вы еще что-то хотите спросить, пожалуйста. Если нет, то матч был сегодня изнурительным. Давайте поможем побыстрее восстановиться нашей сегодняшней героине. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»